Здравствуйте, друзья! Итак, продолжаем нашу печальную сагу, фильм ужасов, на сей раз с поисками света в конце тоннеля о положении сельского хозяйства Советского Союза. Уже в начале 20-х годов перед большевиками во весь свой гигантский розы до облаков встал вопрос, а что вообще делать с аграрным сектом? Что с ним делать? Это такая гиря на ногах, которую просто так не обойдешь. Но есть три варианта. Развивать частное хозяйство, совхозы и колхозы. То есть большинство современных ученых, для которых любой способ хорош, лишь бы не тот, что сделали коммунисты, потому что коммунисты априори сделали плохо, они утверждают, что правильным путем была ставка на сильное частное хозяйство или же на развитие кооперации. Рассмотрим последовательно. Ну, с другой стороны, развитие кооперации тут забавно... Ладно, это забавная стучка немножко потом. Рассмотрим частное хозяйство. Что такое 75% частных хозяйств в Советском Союзе? Мы уже видели. Их развивать, что сухой пень поливать. Они впитаются в любое количество денег, и ничего из этого не получится. Ну, допустим, что советское правительство пошло на поводу ученых-экономистов. Изыскало где-то чудовищные, колоссальные средства, вбухло их в аграрный сектор. Создало через 50 лет на территории СССР хозяйство датского типа. Разогнулись, утерли под солба. И обнаружили, что во всем мире, вообще-то говоря, большую часть сельхозпродукции производят агропредприятия и гиганты. То есть в тех же США фермеры сидят на дотации, просто чтобы сохранить сельскую Америку. Ну, такой музейчик. Чтобы по городам не бегали. Ну, кто не знает знаменитого парадокса об Эхилесе, который никогда не сможет догнать черепаху. Нам предлагают другой парадокс, что черепаха вдруг отрастит ноги и догонит набравшую скорость Эхилеса. Да, конечно, она отрастит и догонит. Но, тем не менее, в последние 30 лет возобладало мнение, что именно частники, а вовсе не колхозы, были надеждой российского сельского хозяйства. Ну, как пишет Иван Климен, это экономист современный, уже перестроечный, интерес народного хозяйства государства требовали со стороны последнего, более бережного, внимательного отношения к ним и всяческой поддержке, как наиболее высокотоварных, ха-ха-ха, интенсивных, производительных, чтобы не допустить продовольственного кризиса в стране. То есть, как мы помним, урожай в зажиточном хозяйстве был в два раза ниже, чем в интенсивном. Ну, ладно, допустим, научится. Хорошо. Мы подойдем к вопросу с другой стороны. Вдумайтесь, а что предлагают ученые? Он предлагает сделать ставку на 20% зажиточных хозяйств, помогать им вкладывать деньги, а остальные 80% их куда? Откуда их? Ну, во всех подобных теориях молчаливо предполагается, что аутсайдеры станут развиваться самостоятельно, выплывать как умеют, но никто не отрицает, что ставка на сильные хозяйства неизбежно обернется массовым разорением слабых. А людей куда девать? На собачий корм? Ну, в Российской империи этот путь проходили как минимум дважды. В 1961-1907 годах. В первый раз англосаксонский вариант, это все он любимый, все то же самое, только переоделся. Вызвал стабилизацию общины, сельскохозяйственные кризисы, аграрную революцию 1917 года, когда уничтожали помещиков. Во второй привел к великой смуте и гражданской войне внутри каждой деревни. Он еще при коллективизации отзается, Столопинская реформа. А что будет в третий, когда голодные массы поймут, что их снова бросили на произвол судьбы? То есть уже в середине 20-х годов крестьяне стали бросать землю и уходить из деревни, просто куда в глаза глядят. Но, к счастью, их пока было немного, новых строек достаточно, ведь расслоение продолжалось. То есть в любой момент процесс должен был перейти потенциальный барьер, стать массовым, неуправляемым. А когда люди уходят в никуда, это порождает социальные взрывы, бандитизм, преступность. То есть снова карательные отряды, теперь уже брошенные против людей, которым нечего терять. Вот, ребята, нифига себе гуманный метод, а? Вот это альтернатива зверствам коллективизации, вот это я понимаю. Красота. Ладно, об ауцедерах мы уже поговорили. Поговорим теперь о том словечке, который проскочил у Климина, не вызвав особого мнения, то есть о товарности. Это основной интерес государства к сельскому хозяйству. Это именно его не сборы, а товарность. Что такое товарность? Это та часть продукции, которая идет на продажу. А товарность аграрного сектора была крайне низкой. То есть вот, например, 25-26 год. Если мы разделим количество товарного хлеба на воловой сбор зерна, мы получим около 11%, в следующем году 13,5%. Вот не может стать промышленно развитым государство, 85% населения, которого ковыряются в земле с той же технологией, с теми же урожаями, что и тысячу лет назад. В первую очередь потому, что индустриализация в такой стране, как наша, она четко завязана на прибавочный продукт сельского хозяйства. А если 10 селян с трудом кормят одного горожанина, у такой страны для роста промышленности не будет ни людей, ни продовольствия, ни денег. Вообще ничего. В статье на Хлебном фронте Сталин приводит выкладки члена комиссии ЦСУ Немчинова касательно товарности деревенских хозяйств. Давайте мы их рассмотрим. Значит, до войны помещики, которые производили 12% зерна, их хозяйство имели товарность 47%. Кулаки производили 38% зерна, имели 34% товарность. Поменьше, но приличную. Середняки и бедняки, производя половину продовольствия, имели товарность 14%. Теперь что стало после революции? Вместо помещиков появились совхозы и колхозы, которых они производили всего 1,7% хлеба, то есть вот столечка. Но товарность имели то же, что у помещиков, 47%. Кулаки производили 13% хлеба. У них товарность была 20%. То есть на продажу шло 20% того, что они производили. А середняки и бедняки, производя уже не половину, а 85% зерна, имели товарность 11%. То есть что это означает? Это означает, что проблема возрождения аграрного сектора на путях укрепления трудового крестьянского хозяйства, то есть бедняцкого и середняцкого, не решалась вообще никак. Ну, кулакские хозяйства 20-х годов уже нельзя считать трудовыми, но, тем не менее, их уровень товарности все равно мал. Так что и на кулака, который стыдливо прячется под видом крепкого крестьянина, тоже ставить бессмысленно. То есть единственной приемлемой альтернативой является выбор между двумя вариантами крупных хозяйств, помещичьим или социалистическим. То есть для экономики это совершенно фиолетово, каким будет крупное хозяйство. Лишь бы оно было. Сейчас правильный ответ известен. Буду сейчас за крупными частными хозяйствами. Поэтому из двух равных вариантов следовало выбрать помещиков. Почему? Ну, как почему? Потому что социализм это абсолютное зло. А почему социализм абсолютное зло? Потому что капитализм это абсолютное добро. А почему капитализм абсолютное добро? Ну, что так просто, может он победил. А вы что, думали, историю пишут победители? Экономикой, в общем, тоже. То-то сейчас такая красота происходит во всем мире, да? Социалистический опыт еще будет востребован. История социализма только начинается. Не надо обольщаться. Большевики насчет победы капитализма придерживались иного мнения, и побочные эффекты ставки на помещиков им были не нужны. То есть превращение половины страны в люмпену, в социальные взрывы, диктатуру латифундистов. Странные люди, правда? Еще один существенный момент, он не экономический, а социальный, психологический. Но о нем ни историки, ни экономисты не говорят вообще. Вот интересно, да? Трудовое крестьянство четко делится на две части. Те, кто хочет и может вести самостоятельное хозяйство, и те, кто либо не хочет, либо не может. Не может, понятно, а не хочет, почему. Этот фактор можно назвать социальным, хотя он таковым не является, и относится к вечному вопросу, для чего живет человек. Одним из пунктов большевистской программы, на которой советская власть, едва победив, тут же реализовала, на государственном уровне, был 8-часовой рабочий день на заводах и фабриках. Ну, пока ни у кого не хватило бессовестности сказать, что это плохо. Все экономисты молчаливо признают право человека не быть рабочей скотиной, иметь в жизни что-то еще, кроме бесконечного труда. Да, но это право признается только за горожанами. И те же экономисты отказывают в нем мужику. Ведь даже столь пропагандируемое индивидуальное хозяйство требует работы даже не по 12 часов в день. Надо выламывать, как лошадь, летом от зари до зари, зимой тоже. То есть правный христианин может держаться либо эксплуатацией односельчан, либо отращиванием горба. Если до революции сельская юдольскорбия мало чем отличалась от городского фабричного ада, то ситуация теперь резко изменилась. Ну, крестьянин далеко не всегда завидовал богатому соседу, а вот рабочим он завидовал по-черному. И основания для зависти были железные. Ну вот, возьмем из крестьянских писем. Население изредка ведет разговоры, что рабочему живется легче, чем крестьянину. Вообще-то все крестьянство. По закрытии ранней весны, наступлении полевых работ, с утра и до позднего вечера, в 18-19 часов в сутки, глотая пыль, работает, трудится, и в результате за понесенный день труд получает гроши. Рабочий же этого не делает, а работает 8 часов в сутки. Просим нам, крестьянам, выяснить интересующие нас вопросы относительно смычки города с деревней. Почему пролетариаты рабочие зарабатывают от 50 до 90 рублей в месяц, довольствуются здравоохранением, школой страхования жизни, предоставляются книжки для получения на более выгодных условиях мануфактуры. Ясно, при существовании твердых цен на продукты можно на издевение одного рабочего содержать семью 5 человек нетрудоспособных и не сесть за стол, посолив сухую корку, прихлебывая водой. Перейдем к крестьянину, бедняку и середняку, не входя в положение кулака. Роемся темными кротами в земле целые 17 часов в сутки, с утра до вечера. И в результате получается, разве только середняк, 75% своего существования оправдывают от земли. И так далее, и так далее, и так далее. Ведь это правда, вот что ужасно. Но были среди крестьян такие, кто из себя жил и тянул, каторжным трудом поднимая свои хутора. А были такие, которые совершенно справедливо спрашивали, что же вы, граждане начальнику, рабочим в 8-часовой рабочий день, а мужик он не человек? Ну, ответа на этот вопрос у советской власти не было. Даже такого неопределенного, как простое потерпитель будет. Почему? Она ничего не могла обещать крестьянную единоличнику. Не она этот день устанавливала, не ей его и отменять. То есть это вопрос на тех рельсах, по которым двигалось советское сельское хозяйство, не решался никак. Вот как быть с теми, кто не хотел превращаться в рабочую скотину? Как быть с хозяевами настолько бедными, что и помыслить не могли о самостоятельном хозяйстве, с безвошадными, их пустить на собачий корм? Вот тут господа либералы всех мастей начинают мяться и бубнить что-то вроде того, что все устроится, каждый найдет свое место. Промышленная история Европы на практике показывает, где место лишних людей этого общества. На свалке. Как они будут там жить, будут ли их проблемы. То есть в этом и лежит основное различие между Столыпинской реформой и советской аграрной политикой. Царское правительство поддерживало крупных хозяев, боговолило средним, а бедняк ему был безразличен. Бедным кидали милостыню во время голода и бедствий. Ни о чем большем речи не шло. Англосаксонский идеал обрекал слабых на нищету, слабейших на смерть. Поэтому крестьяне взвыли, когда началась Столыпинская реформа. Поэтому и вцепились в общину, как защитники Брестской крепости вцепились в ее стены. Они понимали, что они обречены на смерть. В 20-е годы позиция правительства была прямо противоположной. То есть она всячески стимулировала колхозы и совхозы. Следующим на очереди стоял бедняк, который получал материальную помощь, льготные кредиты. Понимали, что бесполезно, но все равно давали. Средняк был в худшем положении, на что обижался. Муж, извините, на всех денег нет. То есть это различие, оно не популистское, а принципиальное из самых мировоззренческих глубин. Все то же, что и раньше. Что главное? Главнее, собственность или жизнь? Если обстоятельства складываются так, что можно соблюдать только одно. Либо право на собственность, либо право на жизнь. Капиталисты говорят право на собственность. Социалисты говорят право на жизнь. То есть положение сельского хозяйства Российской империи уже сто лет было катастрофично. Есть два способа поведения власти во время катастрофы. У каждого свое обоснование, свои плюсы и минусы. Первый – это спасать сильных и здоровых, бросая слабых на произвол судьбы. Это англосаксонский капитализм или путь Столыпинской реформы. Второй – вытаскивать всех. Тогда помогают слабым, на тех, кто может идти самостоятельно, особого внимания не обращают. Это путь большевистского правительства. Оно его обозначило с момента прихода к власти, за что получило кредит доверие народа. Иначе бы они в жизни ничего не сделали. Но этот приоритет, который они избрали, диктовал главные условия реформы. Внутри него должно поместиться все население. А это обременение, я вам скажу, не слабеньких. Итак, что мы имеем? Проведем еще раз регулировку пейзажа, чтобы было понятно, что дальше. Мы имеем около 5% зажиточных и кулацких хозяйств, которые постоянно пользовались наемной рабочей силой, были способны самостоятельно развиваться и производить товарный хлеб. У них было 20%. Остальные крестьяне произвали 11% товарного хлеба, но это в среднем. Реально процент товарности убывал с уменьшением мощности двора. Наверху этой группы стояли 20% трудовых середняцких хозяйств, которые давали максимум продовольствия. Внизу 20% бедняков, которые не давали вообще ничего. И только зря переводили посевные площади. И половина остальных не сильно отличалась. То есть от большинства из них толку для страны по-прежнему не было. И примерно столько же было для них толку от советской власти. Эквивалентный обмен ноль в активе, ноль в пассиве. Если даже вынести за скобки чисто моральный аспект, то есть не надо говорить, что сидевшим в Кремле людям было не жаль этих несчастных. Если бы мне было жаль, они бы чем-нибудь другим занялись. Честное слово. Тот же Ленин зарабатывал бы гораздо больше адвокатом. Но такое положение людей являлось преступной растраты основного капитала любой страны. А еще более основного капитала Советского Союза. Это людей. Люди у нас всегда были основным капиталом, кто бы что ни говорил. Это, знаете, старая интеллигентская трепотня. Людей, которые дальше кухонного дивана никуда не отходили, ничего не видели, что на людей было наплевать. На самом деле не так. Ну, а что можно было сделать? Сельское хозяйство катилось по колее, в которое поставил декрет о земле. Декрет популистский, декрет принятый по крестьянским наказам. Ну, помните, Ленин говорил, что часть декретов советской власти принималась не для дела, а для пропаганды. Он говорил это открытым текстом, немножко другой формулировкой, более такой, туманной. Но смысл именно такой. Ну вот. Большевики взяли в власть и сказали рядовому крестьянину, рядовому рабочему. Вот как нам хотелось бы, чтобы государство управлялось. Вот декрет. Попробуйте. Попробовали. Крестьяне считали спасительным для себя черный передел. Но как и следовало ожидать реализации этой мечты давно уже ничему не могла помочь. То есть деревня оказалась не в состоянии усвоить это лекарство. Оно помогло бы там за сто лет до того. Но это сейчас, как благатнику давать банку тушенки. Он у нас ест и умрет. Поздно, товарищи, поздно. Часть, конечно, четверть хозяйств уходила в отрыв, набирая силу. Остальные не имели перспектив ни при старой, ни при новой власти. Одержать тоскливой безысходностью большая часть населения страны намерение власти никоим образом не входило. Так что же делать? Ну, на путях нормального развития сельского хозяйства ничем. То есть российское государство это молчаливо признало еще в 1861 году, не только бросив крестьян на произвол судьбы, фактически медленно умирать, но и выжимая из них предсмертные выкупные платежи по принципу с паршивой овцы хоть шерсти клок. То же самое же почти открыто признавал Столыпин. Он обрекал на смерть, а именно на смерть, это же понятно, миллионы лишних людей ради спасения остальных и державы. А ведь большевики, как и правительство Александра Второго и Столыпина отлично знали, что надо сделать. Создать на селе крупное, интенсивное, высокотоварное хозяйство, а образовавшийся испыток людей направить на развитие промышленности. Но вся беда была в том же, что и у Столыпина. Для бескровного реформирования деревни надо было иметь развитую промышленность. А промышленная реформа не могла опередить аграрную, поскольку средства и рабочие руки можно было взять только из деревни. Город был способен принять ничтожную часть высвобождающихся ресурсов, а остальные. Вот если бы найти такую форму агропредприятия, чтобы впитало в себя излишки людей, пусть даже за счет понижения прибыльности, доперсниц прибыльности не дороже жизни. То есть создать из агропредприятия это человекохранилище, резерв, откуда можно по мере надобности черпать кадры, направляя их туда, куда нужно народному хозяйству. Красивая идея, только реализовать ее как. Ну, посмотрим теперь. Собственно говоря, форма реализации была две. Это совхоз и колхоз. Совхоз – это была красивая мечта. То есть, свой сельскохозяйственное дело не большевики ведь ни от кого не прятали и видели отнюдь не в крестьянском рае, а в агрозаводах. Еще Ленин писал в апрельских тезисах. Создание из каждого крупного имения образцового хозяйства под контролем батратских депутатов и на общественный счет. Ну, это мечта, конечно, мечта. Вот, видный экономист Лев Летошенко в 1924 году иронизировал, описывая будущую агропромышленность. Как вы видели большевистские деятели образца 1918 года. Вот, почитаем его. Развитая сеть советских хозяйств, управляемая общими органами народного хозяйства, работающая на общество, издающая все свои продукты на удовлетворение общественных потребностей. Ну, понятно, то есть, работает, сдает все продукты, включающие не только производство сельскохозяйственных продуктов, но и разнообразную их переработку, ну, ясно, консервные заводы и все прочее. Советское хозяйство должно будет совершенствовать технику производства. Электричество, которое в нашу эпоху является главной силой в промышленности, должно будет получить наиболее широкое применение в деревне и сельскохозяйственном производстве. В советских хозяйствах должна быть раскинута сеть заводов и фабрик, консервные, кожевенные, машиностроительные, деревообделочные, текстильные, ремонтные. Предприятия должны развернуться во всей широте. Советские хозяйства должны явиться рассадниками агрономической культуры. Здесь должны содержаться стада племенного скота, конские заводы, производиться улучшения телесхозяйственных культур и так далее. Наконец, советские хозяйства должны будут явиться центром социалистической культуры, просвещения, искусства, воспитания нового человека. Учитывая все то, о чем мы говорили раньше, это очень напоминает речь Остапа Бендера о блестящем будущем города Васюки. Совершенно точно. В 1924 году это так и воспринималось. Но что самое интересное, это ведь было все реализовано. И фабрики продовольствия, и переработку, электричество, и племенные заводы, и дома культуры всего через 15 лет. Раньше минус производства сельхозмашин. То есть уже перед войной ничего особенного в нарисованной картине не было. Ну ладно, поговорим о совхозах. Первые начали появляться сразу после революции. Организовывались наземы Хрединого государственного фонда. на основе национализированных помещичьих, удельных и церковных земель. То есть уже было большое хозяйство. Где была относительно высокая культура производства. Относительно высокая, потому что все равно была все та же саха и сивка, но хоть поля больше и земля лучше обрабатывалась. И лошади были более сытыми. Ладно. И некая механизация имелась, типа жнеки, косилки, молотилки. Работали в совхозах наемные работники, получали зарплату, управляясь так же, как и отрасли промышленности, через управление советскими хозяйствами. Урожаем распоряжались по принципу продразверстики. Всю продукцию, кроме семян, фуража и норм потребления рабочих и семей сдавали продорганам. Зарплату рабочим платило государству, все нужное продавало по твердым ценам государственным. Все нормально. Ну, те совхозы были, конечно, от нарисованных теоретически блестящих восюков очень далеки. Во-первых, спасти от стихии передел удалось лишь незначительную часть национализированных земель. В 1916 году на территории РСФСР было 7,6 тысяч крупных хозяйств. То есть, в среднем на каждое приходилось примерно по 50 десятин земли и по 10 голов рабочего скота. Но в реальности были экономии с тысячами, десятками тысяч десятин, остальные были поменьше. По состоянию на 1920 год на той же территории было 5,5 тысяч совхозов. Это во сколько раз? Ну, где-то в 15 раз меньше по количеству. Посевная площадь была по 54 десяти на хозяйство, те же 10 голов рабочего скота, но гигантов там уже не было. То есть, какие-то хозяйства имели 20 десятин, какие-то 200, но и только. До революции в таком хозяйстве обитало в среднем 20 человек, после не около 45, но тут тоже определенное лукавство, потому что с одной стороны, конечно, 8-часовой рабочий день заставлял увеличивать число работников, а с другой стороны, помещики ведь привлекали бодраков и со стороны. Землой, когда работы было мало, там работники околачивали совхозные грушины, зарплату получали. То есть, пока шла война, положение было терпимо, люди просто спасались возле земли. Они тоже не были заинтересованы производством излишков, которые все равно сдавать, а потом начался НЭП. И всем, в том числе и совхозам, пришлось научиться считать деньги. И тут излишек рабочих сразу оказал себя. Ну, опять же, и сознательность селян была на высоком уровне. Как обычно, у них не оказалось склонности работы на общество, даже заплату. То есть, в русской деревне свое обрабатывалось более-менее старательно, общинное хуже, а общественное вообще кое-как. Пошло это еще отбарщины и наивно, что вот тебе сказали, ты хозяин страны, ты сразу поведешь себя иначе. Нет. Этим чаянием сбыться было не суждено. Так что хозяйства были неплохими, они были разными. Они были разными. Они были экономичнее, продуктивнее среднего христианского хозяйства. Где-то удавалось организовать хорошо. Кстати, иногда во главе такого хозяйства и помещик нарисовывался, всякое бывало. Где-то были слабыми, где-то была мерзость запустения, где-то вообще фальшивка. Получали льготные кредиты и набирали батраков. Но эксперимент провальным назвать нельзя. То есть совхозы тихо жили, тихо делали свое дело. Но образцовый хозяйство не вышло. И можно согласиться с Литошенко, который он писал. Ни в количественном, ни в качественном отношении советское хозяйство не оправдали возлагавшуюся на них надежду. Они оказались дорогой игрушкой, а не рычагом, при помощи которого можно было бы придать стилистический характер через хозяйственное производство. Да, все так, именно игрушкой. А для чего детям нужны игрушки? Советское правительство было по сути ребенком. Для чего детям игрушки? То-то и оно. На этот вопрос мы ответим чуть позже. То есть с переходом к НЭПу перешли на самоокупаемости совхозы. То есть с них сняли госфинансирование, перевели на хозрасчет. Исходя из того, что если крестьянин может делать свое микрохозяйство прибыльным, то совхоз просто обязан. И начался кризис. Слабые хозяйства гибли сами или их ликвидировал нарканзем, передавая имущество крепким. Кое-где власти на местах были склонны вообще закрыть лавочку. Но взгляды государства на идеал чельского хозяйства остались прежними. И если в хозяйство теплилась хоть какая-то искорка жизни, его сохраняли и выводили на старт второй попытки. Ну, что там у нас с цифрами, статистика 20-х годов вообще глухая чищеба. Совхозы принадлежали самым разным ведомствам, распадались, появлялись, перепутывали с подсобными хозяйствами, существовали вовсе странные сельхозпредприятия, вроде той же колонии Макаренко. Данные, которые хозяйство посылали наверх, это коктейли из реальности и приписок, но все же хотя бы относительно верить статистики, то за один год с 24-го по 25-й при продолжающемся общем уменьшении числа совхозов, они уменьшались, 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 а вот посевная площадь выросла на 30-е процентов за один год. За тот же год площадь Пашнина один совхоз выросла в два раза, площадь посева два с половиной. Так что, знаете, товарищи, никаким развалом не пахнет. Какой же это развал, раз стали больше пахать и сеять. Это опять же я немножко отвлекусь, как у нас говорят, что мы проваливаем информационную войну с Западом. Как же мы ее проваливаем, если доверие правительства остается на уровне 75 процентов? Значит, мы ее не проваливаем и не проигрываем. Результат, результат. Так и тут. Следующий показатель урожайности. Вот, например, в совхозах за три года с 24 по 26 было примерно 58 пудов в десяти на уровне середняцких хозяйств. Ну, так себе, хотя бы не мерзость запустения, и то хорошо. Ну, и новые ожидать бессмысленны. Ведь совхозы создавались не ради сивки, плуга и навоза, которые они применяли в 20-е годы, а под трактор, минеральные удобрения, сортовые семена, племенной скот, собственного агронома, трактора еще предстояло изготовить, удобрения добыть, новые сорта вывезти, агрономы выучить. А пока даже христианская рожь и тот же навоз. Но как так мы переходим к товарности совхозов, тут совсем другие результаты. Вот, например, в 27-м году они при середняцкой культуре производства имели товарность 63 процента. Однако, столько и помещики не давали. даже эти циферки несколько занижены, в любом случае до 11-ти не опустится. Что же будет, когда появятся тракторы, удобрения и семена? И самое интересное это перспектива. В 20-е годы, несмотря на паразитную бедность страны, власти все-таки ставили не только на эффективные, сколько на перспективные хозяйства. А вот тут, вот, например, замнаркома земледелия в 26-м году отчитывался перед политбюро. Увеличивается количество земли, находящейся под чистосортными культурами. Какие были, такие были. От 31 до 94 процентов. Не слабо? Устанавливается правильный севооборот многополье. Многополье в совхозах трестированных по Росфосер достигает 78 процентов. И только в 20-ти с лишним существует трехполка. Белоруссия процент достигает 95 процентов. А это бульбаши, они сейчас такие. Технические приемы лучшего хозяйствования. В настоящее время в отношении совхозов получили полные права гражданства. Ранний пар, зяблемая вспашка и так далее. С эффективностью все тоже не так плохо. Хотя тут было забавно. То ли в 23-м, то ли в 24-м году зампредседателя госплана Смилга одно время хотел провести эксперимент. Попросил передать его ведение о какой-нибудь совхоз, чтобы опытным путем установить, может ли данное сельхозпредприятие вообще приносить прибыль. Это из разряда черного юмора, забавно, конечно. Но в 22-м, в 23-м году совхозы РФСР принесли 550 тысяч рублей убытка. В следующем году миллион рублей. А вот потом, ну даже в том же 22-м, в 23-м году 5 из 33-х сельдрестов оказались прибыльными. Ну немножечко, но покапало. На следующий год их число удвоилось, а потом начался очень быстрый рост. Что тоже хорошо. И с этого момента можно было утверждать, что эксперимент оказался успешным. Совхозы доказали, что способны быть рентабельными и получили право на существование. Но, 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 то есть что официальная советская наука говорила об успехах совхозного строительства, приводила в пример крепкие доходные хозяйства. Современные, которые обслуживают противоположный социальный заказ, с той же легкостью на каждый образец находит 10 примеров бесхозяйственности. Но делать выводы о перспективности совхозов отсюда нельзя. Почему? А потому, что существовало еще и хозяйство Латоши на московской губернии. 25-й год. Урожай зерновых 160-108 из пудов в десятины. Удой на одну корову 174 пуда в год или около 8 килограмм в день. Это много для тех времен. Когда некоторые коровы приносили по одному 2 килограмма молока в день, это коза, простите меня, натуральная коза, а не корова, 8 килограмм они были высокоудольные. Ну, против в совхозах в среднем 4 килограмма надаивали с каждой коровы. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. Это маяк, свет на вершине. А вот все-таки давайте ответим на вопрос, для чего детям нужны игрушки? С точки зрения взрослых, чтобы отпрыски не мешали родителям. А для детей это работа навыков, которые понадобятся во взрослой жизни. Гражданскую совхозу и баловались, нам прикидывали, можно ли построить хоть из этих кубиков какой-нибудь домик. Ну, кривенько, но вышло. Потом стали изучать. Понимаете, учиться ведь властям РСФСР было не у кого. Никто в мире до сих пор ничего подобного не делал. Так что, по неволе приходилось обращаться с экономикой как с новой техникой, проект, опытный образец, испытания, доводка, снова испытания. Пока не получалась машина, которую можно запускать в Сирию. Ну, совхоз, как сельхозпредприятие, ничем потрясающим не было, но совхозное строительство как полигон, на котором шла отработка новой аграрной политики России, свою функцию выполнило полностью. То есть, советская аграрная реформа кажется внезапной. Оба унеп-неп-неп-неп-неп, и вдруг ба-бах, коллективизация. Решились. Ну, даже рождение кошек, которое народная мудрость называет внезапной, и то требует некоторого подготовительного периода. Ну, тем более, столь кардинальная перестройка аграрного сектора тоже экспромтом не проводилась. Это, конечно, нонсенс. Естественно, 20-е годы это была отработка методов управления будущей плановой экономики. И в этом смысле существование одного хозяйства Латошина полностью искупает все неудачи совхозного строительства. Потому что на выходе получили искомое, доведенное до работающего состояния, образец агрозавода. Все, можно начинать серийное производство. Но чем дальше, тем больше становилось ясно, совхозы при всей своей уникальности, при всей своей нужности не решали главной проблемы как быть с крестьянином бедняком.